3 апреля 1906 года. Сообщение о моей смерти. 9 лет тому назад, когда мы жили в Лондоне, на Тедворд-Сквер, американские газеты получили сообщение, что я умираю. Умирал не я. Умирал другой Клеменс, наш родственник. Но он тоже не умер, а каким-то мошенническим образом вывернулся. Узнаю представителя нашей семьи. Лондонские корреспонденты американских газет стали стекаться ко мне, каждый с депешей в руках, чтобы узнать о моем здоровье. Я был совершенно здоров, и они должны были, к своему изумлению и неудовольствию, убедиться, что я сижу у себя в кабинете, читаю, курю, и как сюжет для корреспонденции «За океан» не стою ни гроша. Один из них, тихий, мрачноватый ирландец, пересилив досаду и даже с подобием улыбки, сказал мне, что Ивнин Сан, его газета в Нью-Йорке, дала ему знать, что имеет сообщение о смерти Твена. «Что отвечать?» Я сказал. «Отвечайте, что сообщение о моей смерти преувеличено». Он торжественно удалился и телеграфировал точно, как я сказал. Ответ мой приобрел популярность, и его по сей день вспоминают в газетных редакциях, когда приходится опровергать какое-нибудь неосновательное сообщение. Следующий журналист был тоже ирландец. В руке у него была телеграмма из Нью-Йорк-Уорлд. И он так старался различными хитроумными способами скрыть ее содержание, что мне захотелось взглянуть на нее. Улучив подходящий момент, я взял ее у него прямо из рук. Телеграмма гласила. «Если Марк Твен умирает, шлите пятьсот слов. Если умер, тысячу». Четверг. Пятого апреля 1906 года. Элен Терри. Снова Орион Клеммонс. На днях я по просьбе одного человека придумал афоризм. «Какое самое благородное творение Божие?» «Человек». «Кто до этого додумался?» «Человек». «По-моему, это очень остроумно и удачно, но мой собеседник со мною не согласился». Элен Терри царила на английской сцене пятьдесят лет, и двадцать восьмого этого месяца, свой пятидесятилетний юбилей, расстается с театром. По этому случаю в Лондоне состоится торжественный банкет, и подобающие телеграммы полетят к юбилярши от ее царых друзей из Америки и из других, некогда дальних стран, теперь на свете дальних стран не осталось. Телеграммы из Америки собирает специальный комитет в Нью-Йорке. По их просьбе я тоже отправил им свое послание. Передавать такие приветы по телеграфу, по двадцать пять центов за слово, вполне современно, иначе не полагается. Можно бы, конечно, послать их почтой почти даром, но это неприлично. По секрету скажу, что они именно почты и идут, а датируются, смотря по надобности. Телеграмма. На имя Элен Терри, Лондон. Ее разнообразию нет конца. Как нет конца восхищению и симпатии, которую я к вам питаю уже много-много лет. — Почтительно кладу их к вашим ногам, такими же горячими и свежими, как в молодости. Марк Твен. Она прелесть. Не менее обаятелен был и сэр Генри Ировинг, недавно ушедший в лучший мир. Я познакомился с ними в Лондоне тридцать четыре года назад и с тех пор всегда относился к ним с глубоким уважением и симпатией. Снова Орион Клеменс. На все посты, какие имел в своем распоряжении штат Невада, было по нескольку кандидатов. На все, кроме двух. Сенатора Соединенных Штатов, губернатор Най, и секретаря штата, Орион Клеменс. Кресло сенатора было Наю обеспечено. А что касается Ориона, все были так уверены, что он будет секретарем, что других кандидатур даже не называли. Но в тот самый день, когда республиканская партия на своем съезде должна была выдвинуть кандидатов, его хватил очередной приступ праведности. Орион не пожелал и близко подойти к съезду. Никакие уговоры не помогли. Он заявил, что его присутствие может оказать давление на выборщиков, а это да и несправедливо и нехорошо, и что если его проведут, пусть это будет дар добровольный и незапятнанный. Такая позиция уже сама по себе сулила провал, но в тот же день у него случился еще один приступ праведности, и тут уж провал был ему гарантирован. В течение долгих лет у него было в обычае менять религию так же часто, как рубашку, а заодно менялись и его взгляды на спиртное. То он был убежденным и воинствующим трезвенником, то наоборот. В тот роковой день он внезапно перекинулся от весьма дружеского отношения к виске, отношения преобладавшего в наших краях, к безоговорочному воздержанию. Он заявил, что капли в рот не возьмет. Друзья молили его, заклинали. Все напрасно. Убедить его переступить порог кабака так и не удалось. На следующее утро в газете появился список кандидатов. Ориона в их числе не было. Никто за него не голосовал. Когда правительство штата пришло к власти, доходы Ориона прекратились. Никаких побочных занятий у него не было. Надо было что-то предпринимать. Он прибил у дверей вывеску с предложением адвокатских услуг, но клиенты не шли. Это было странно, необъяснимо. Я и сам не берусь это объяснить, могу только высказать предположение. Вероятно, Орион по свойству своей натуры стал бы освещать всякое судебное дело так прилежно, добросовестно и беспристрастно, что после его речи ни сам он, ни присяжные не понимали бы, чью сторону он держит. И, вероятно, всякий клиент, впервые излагая ему свое дело, догадывался о таком свойстве его натуры и вовремя исчезал, чтобы спасти себя от неминучей беды. Примерно за год до описанных здесь событий я поселился в Сан-Франциско. Однажды некий мистер Камп, отчаянный человек, то и дело наживавший себе целые состояния ловкими спекуляциями, и через полгода, путем еще более ловких спекуляций, снова разорявшийся, однажды этот мистер Камп посоветовал мне купить акции компании «Хэл» и «Норкросс». Я купил 50 акций по 300 долларов. Купил на разницу, заплатив 20% все деньги, какие у меня нашлись. Я написал Ориону, что предлагаю ему половину акций и прошу выслать его долю денег. Потом стал ждать. Пришел ответ. Орион сообщал, что деньги вышлет. Акции быстро шли вверх, все выше и выше. Они достигли тысячи долларов, долезли до двух тысяч, потом до трех, потом до шести. Деньги от Ориона не поступали. Но я этим не смущался. Внезапно акции круто повернули и поскакали под гору. Тогда я забил тревогу. Орион в ответном письме сообщил, что уже давно выслал мне деньги, выслал на гостиницу «Оксиденталь». Я справился в гостинице, там денег не получали. Короче говоря, акции все падали, скатились ниже той цены, которую я за них платил, потом съели мой задаток, и вышел я из этой истории порядком общипанный. Орион. Орион. Ну, это и в голову не пришло. Позже мистер Камп еще раз хотел дать мне возможность разбогатеть. Он предложил купить нашу землю в Теннесси за 200 тысяч долларов, часть заплатить наличными, а на остальное выдать долгосрочные векселя. Он предполагал выписать людей из винодельческих районов Европы, поселить их на этой земле и превратить ее в виноградники. Он знал мнение мистера Лонгварда о теннессийском винограде, оно вполне его устраивало. Я послал контракт и прочие бумаги Ориону на подпись. Он был одним из трех наследников. Но бумаги пришли в неподходящий момент, неподходящий вдвойне. Во-первых, Орион был временно обуян демоном трезвости, и он написал мне, что не желает содействовать распространению такого страшного порока, как пьянство. А во-вторых, как, мол, ему знать, вполне ли справедливо и честно мистер Камп обойдется с этими бедными европейцами? Так, даже не дождавшись развития событий, он задушил сделку в зародыше, она погибла и с тех пор не воскресала. Земля, которая внезапно подскочила в цене до двухсот тысяч долларов, также внезапно обрела свою прежнюю стоимость, равную нулю, плюс налоги. Налоги и другие издержки я платил уже несколько лет, но тут я махнул рукой на нашу землю в Теннесси и до вчерашнего дня больше не интересовался ею ни с финансовой, ни с какой другой точки зрения. До вчерашнего дня я предполагал, что Орион пустил ее по ветру всю до последнего акра, и такое же впечатление сложилось у него самого. Но вчера из Теннесси прибыл некий джентльмен и привез с собою карту, из которой явствует, что в прежних съемках была допущена ошибка, и что из ста тысяч акров, оставшихся нам в 1847 году после смерти отца, тысяча акров в угольном районе все еще составляет нашу собственность. Джентльмен явился с предложением, а также привел с собой почтенного и богатого обитателя Нью-Йорка. Предложение сводилось к тому, что джентльмен из Теннесси продаст землю, что джентльмен из Нью-Йорка оплатит издержки и проведет судебные тяжбы, будя таковые возникнут. А вся прибыль, какая из этой сделки воспоследует, будет разделена поровну на три доли, из которых одна достанется джентльмену из Теннесси, вторая – джентльмену из Нью-Йорка, а третья – единственным оставшимся наследником – Сэму Моффетту, его сестре, миссис Чарльз Л. Уэбстер и мне. Теперь уж мы, надо надеяться, окончательно разделаемся с этой землей в Теннесси и больше никогда о ней не услышим. Она и возникла-то по недоразумению. Отец мой взвалил ее на себя по недоразумению, потом по недоразумению свалил ее на нас, и мне очень хочется как можно скорее одним махом разделаться со всеми этими недоразумениями и с остатками самого участка. Я возвратился на Восток в январе 1867 года. Орион еще с года жил в Карсон-Стейке. Потом он продал свой дом, который стал ему в 12 тысяч долларов, продал вместе с обстановкой за 3,5 тысячи бумажными деньгами, то есть процентов на 30 ниже номинала. И они с женой отправились в Нью-Йорк пароходом в первом классе. В Нью-Йорке остановились в дорогом отеле, не жалея денег обследовали город, а потом сбежали в Киокук, куда и прибыли в таком же примерно полунищем состоянии, в каком пустились на запад в июле 1861 года. В начале 70-х годов они явились в Нью-Йорк. Куда-то нужно было податься. После возвращения с Тихоокеанского побережья Орион все время старался зарабатывать адвокатурой. Но к нему обратились только два клиента. Он должен был вести их дела бесплатно. Однако возможного исхода этих тяжб никто никогда не узнает, потому что оба раза стороны договорились между собой без его помощи, не доводя дело до суда. Я купил матери дом в Киокуке. Каждый месяц я давал ей определенную сумму денег и Ориону тоже. Жили они там все вместе. Но потом, как я уже сказал, Орион перебрался с женой в Нью-Йорк и получил работу корректора в Ивнингпост на 10 долларов в неделю. Они сняли небольшую комнату, служившую и кухней, и жили в ней на его жаловании. Со временем Орион приехал в Хартфорд и просил меня пристроить его на работу в какую-нибудь газету. Так мне представился еще один случай испробовать мою систему. Я велел Ориону пойти в Ивнингпост без всякого рекомендательного письма и предложить задаром мыть полы и убирать помещение, потому что деньги ему не нужны, а нужна работа, и что именно о такой работе он мечтает. Через 6 недель он уже работал редактором, получал 20 долларов в неделю и получал не зря. Вскоре его пригласила другая газета на более высокую плату, но я велел ему пойти к своему начальству и рассказать об этом. Ему дали прибавку, и он остался в Ивнингпост. За всю жизнь он еще не знавал такой приятной должности. Работа была нетрудная, достаток обеспеченный, но потом счастье ему изменило, как и следовало ожидать. В Ратленде, штат Вермонт, несколько богатых дельцов из республиканской партии затеяли издавать на паях газету и предложили Ориону место главного редактора с окладом 3000 в год. Он сразу загорелся. Так же? Нет, вдвое, втрое жарче. Загорелась его жена. Я отговаривал его, умолял. Все напрасно. Тогда я сказал, ты просто тряпка. Они там живо в этом убедятся. Они поймут, что из тебя можно веревки вить, что с тобой можно обращаться, как с рабом. Ты выдержишь от силы полгода. После этого они не станут увольнять тебя, как джентльмена, они просто вышвырнут тебя на улицу, как назойливого попрошайку. Именно так и случилось. И Орион с женой снова отбыли многострадальный, ни в чем не повинный Киокук. Оттуда Орион написал, что к адвокатской практике не вернется, что ему для здоровья нужна деревенская жизнь и какое-нибудь занятие на свежем воздухе, что у его старика-тести имеется полоска земли на берегу реки в миле от города, и на ней что-то вроде дома. И что он решил купить эту землю, разводить там кур и снабжать Киокук курами, яйцами и, кажется, маслом. Впрочем, я не уверен, разводят ли масло на куриной ферме. Он писал, что землю отдают за три тысячи долларов наличными, и я выслал ему эти деньги. Орион стал разводить кур, и каждый месяц представлял мне подробный отчет, из которого я оствовала, что ему удается сбывать своих кур жителям Киокука по доллару с четвертью за пару. Однако из того же отчета я оствовала, что вырастить эту пару стоит один доллар и шестьдесят центов. Ориона это, видимо, не смущало, так что и я не возражал. А он тем временем регулярно, из месяца в месяц, брал у меня взаймы по сто долларов. И вот как строг и неподкупен он был в делах, а Орион не на шутку гордился своими деловыми способностями. Едва получив в начале месяца аванс под эти сто долларов, он тут же присылал мне расписку, и вместе с ней взятые из этих же денег проценты за три месяца из расчета шесть процентов годовых со ста долларов, поскольку срок в расписках всегда указывался трехмесячный. Я их, конечно, не сохранял. Они ни для кого не имели ни малейшей ценности. Так вот, он всегда присылал мне подробный отчет о прибылях и убытках от своих кур за истекший месяц. Во всяком случае, об убытках. И еще включал в этот отчет все статьи расходов. Корм для кур, шляпа для жены, башмаки для себя и так далее. Вплоть до платы за проезд в поезде и еженедельных пожертвований в сумме десяти центов в пользу миссионеров, пытающихся обречь китайцев на вечный огонь, по плану которого они не одобряют. Но когда среди этих мелочей я обнаружил двадцать пять долларов за постоянную скамью в церкви, терпение мое лопнуло. Я велел ему переменить религию, а церковную скамью продать. Пятница, 6 апреля 1906 года. Этот наш дом, номер 21 по 5-й авеню, стоит на углу 9-й улицы в двухстах шагах от Вашингтон-сквер. Ему уже лет 50-60 строил его Ренвик, тот, что построил католический собор. Дом большой, комнаты во всех этажах хорошие, просторные, но в них мало солнца. Вчера я дошел до Вашингтон-сквер, свернул налево посмотреть на дом, который стоит на углу университетской площади. Я перешел на другую сторону, чтобы охватить взглядом весь фасад этого дома. Переходя улицу, я встретил какую-то женщину, и она, видимо, меня узнала, да и мне что-то в ее лице показалось знакомым. Я почувствовал, что она сейчас повернет обратно, подойдет и заговорит со мной, и так оно и случилось. Эта женщина была небольшого роста, полная, с добрым и мягким лицом, но не молодая и некрасивая. Волосы у нее были совсем белые, одета она была опрятно, но бедна. Она сказала, — Простите, вы не мистер Клеменс? — Он самый, — отвечал я. Она сказала, — А где Ваш брат Орион? — Умер. — А его жена? — Умерла, — ответил я и добавил. — Я Вас, по-моему, знаю, но никак не припомню, кто Вы. Она сказала, — А помните эту бут? Я знавал в своей жизни только одну эту бут, и она мгновенно возникла передо мной как живая, словно она подошла и стала рядом с этой толстенькой старушкой во всей красе и наивной прелести своих тринадцати лет, с тугими косами, в огне на красном платье до колен. Да, эту я помнил отлично. И тут же передо мною возникло другое видение, и в центре его на серо-черном фоне, как факел, горело платье этой девочки. Но видение не пребывало в неподвижности, в покое. Место действия — большая зала для танцев, в каком-то на скорую руку сколоченном строении, не то в Голдхиле, не то в Вирджиния-Сити, Невада. Две-три сотни дюжих мужчин отплясывают с завидным усердием, и в этом вихре кружится, и сверкает алая платьица Этты. Она единственная танцорка в этой мужской толпе. Ее мать, дородная, улыбающаяся, сидит одна у стены, как на троне, и с безнятежно довольным видом взирает на всеобщее веселье. Она и Этта — единственные здесь представительницы своего пола. Часть мужчин изображает дам, левая рука у них повязана носовым платком, это их отличительный признак. Я с Эттой не танцевал, я тоже изображал даму. За поясом у меня торчал револьвер, как и у остальных дам, а также у кавалеров. Зала наша была всего лишь унылый сарай, освещенный сальными свечами в люстрах из бочоночных обручей, подвешенных к потолку, и сало капало нам на головы. Было это в начале зимы 1862 года, и только через 44 года наши с Эттой пути опять скрестились. Я спросил про ее отца. — Умер, — отвечала она. Я спросил про ее мать. — Умерла. Еще вопросы я узнал, что она давно замужем, но детей у нее нет. Мы пожали друг другу руки и расстались. Она отошла шага на четыре, потом вернулась. Глаза ее были полны слез, и она сказала. — Я здесь чужая, далеко от всех друзей, да и друзей-то у меня осталось. По пальцам перечесть. Почти все умерли. — Уж я вам расскажу свое горе. Кому-то я должна рассказать. Нет сил одной его нести, пока не претерпелась. Доктор мне только что сказал, что муж мой не сегодня-завтра умрет, а я и понятия не имела, что он так плох. Снова про Ориона. Эксперимент с курами занял, сколько помнится, всего год, самое большее два. Он обошелся мне в шесть тысяч долларов. Я думаю, что Орион был просто не в силах расстаться со своей фермой, и что его тесть взял ее обратно из чистого самопожертвования. Орион вернулся к адвокатской деятельности и, очевидно, тянул эту лямку с перерывами в течение следующей четверти века. Но, насколько мне известно, адвокатом он только числился, клиентов же не имел. Моя мать скончалась на восемьдесят восьмом году жизни, летом 1890 года. Она скопила немного денег и завещала их мне, потому что от меня же их и получила. Я отдал их Ориону. Он поблагодарил и добавил, что я достаточно долго его поддерживал, а теперь он снимет с меня это бремя и, более того, надеется выплатить мне ссуду частично, а может быть и полностью. И вот он употребил материнские деньги на большую пристройку к дому с расчетом пускать жильцов и разбогатеть. Не будем останавливаться на этой его затее, она тоже кончилась ничем. Жена Ориона очень старалась об успехе этого их предприятия, а уж если кто-нибудь мог тут добиться успеха, так это она. Она была хорошая женщина и вызывала всеобщую симпатию. Правда, непомерное тщеславие порядком ей вредило, но при своей практичности она непременно стала бы получать с пансиона солидный доход, не будь обстоятельства против нее. У Ориона возникали и другие планы, как расплатиться со мной, но поскольку они всегда требовали капитала, я их не поддерживал, и они не осуществлялись. Как-то он задумал издавать газету. Это была бредовая затея, и я, рискуя показаться грубым, пристек ее в корни. Потом он изобрел механическую пилу. Сам кое-как ее соорудил и даже пилил ею дрова. Это была остроумная, толковая машина. Она принесла бы ему немалые деньги, но в самый неподходящий момент проведение опять вмешалось и все испортило. Решив взять патент на свое изобретение, Орион обнаружил, что точно такая же машина уже запатентована, изготовляется и процветает. Однажды штат Нью-Йорк назначил премию в 50 тысяч долларов за проект парового катера для канала Эри. Орион работал над проектом два или три года, закончил его и снова был готов протянуть руку и схватить, казалось бы, верное богатство. Но тут кто-то обнаружил в его проекте изъян. Катер не годился для зимней навигации, а в летнее время его колеса поднимали бы такую волну, что смыли бы к черту штат Нью-Йорк по обоим берегам канала. Не из честь тех планов, какие вынашивал Орион, изыскивая средства для уплаты мне долго. Планы эти возникали на протяжении 30 лет и один за другим отпадали. И все эти 30 лет Орион, известный своей неподкупной честностью, занимал почетные должности, связанные с сохранением чужих денег, но неоплачиваемые. Он был казначеем всех благотворительных обществ, ведал деньгами и прочим имуществом вдов и сирот, сберег чужие деньги до последнего цента и ни цента не нажил для себя. Всякий раз, как он менял веру, новая церковь с радостью его принимала, его тут же ставили казначеем, и он тут же пресекал взяточничество и утечки. Свою политическую окраску он менял с такой легкостью, что все только диву давались. Вот какой курьез произошел однажды, он сам мне об этом написал. В одно прекрасное утро он был республиканцем. В связи с предвыборной кампанией его попросили вечером произнести на митинге речь, и он согласился. Он приготовил свою речь. А после второго завтрака он стал демократом и согласился написать десяток зажигательных лозунгов для транспарантов, которые демократы должны были вечером нести во время факельного шествия. Над сочинением этих громких демократических лозунгов он просидел всю вторую половину дня, так что новая возможность переменить ориентацию представилась ему только вечером. И вот он произнес на митинге республиканцев пламенную речь, а в это самое время мимо несли его демократические транспаранты, к великой радости всех, кто при всем присутствовал. Да, Орион был большой чудак, и однако, несмотря на все его странности, его искренне любили повсюду, где бы он ни жил. И не только любили, но и уважали, потому что в самом деле это был благороднейший человек. Лет двадцать пять тому назад в одном из своих писем к Ориону я подал ему мысль написать автобиографию. Я предлагал ему пусть попробует рассказать в ней всю правду, не выставлять себя в одних только выигрышных положениях, а честно изложить все случаи своей жизни, какие он считает значительными, включая те, которые потому запечатлелись в его памяти, что он их стыдится. Я писал, что никто еще этого не делал, и такая автобиография явилась бы весьма ценным литературным произведением. Я добавил, что предлагаю ему дело, на какое сам не способен, но буду лелеять надежду, что он с этим делом справится. Теперь мне ясно, что я пытался навязать ему невыполнимую задачу. Эту свою автобиографию я диктую ежедневно вот уже три месяца. За это время я вспомнил полторы, если не две тысячи случаев из своей жизни, которых стыжусь, и ни один из них пока не согласился быть перенесенным на бумагу. Вероятно, и к тому времени, когда я закончу автобиографию, если такое время наступит, этот запас останется непочатым. А если бы я и рассказал эти случаи, я, наверное, все равно бы их вычеркнул, когда стал бы просматривать книгу. В 1898 году, когда мы жили в Вене, пришла телеграмма из Киокука с извещением, что Орион умер. Ему было 72 года. Холодным декабрьским утром он спустился в кухню, развел огонь и подсел к столу, чтобы записать что-то. Так он и умер, с карандашом в руке, застывшим на бумаге посредине недописанного слова. Значит, избавление от плена долгой, беспокойной, жалкой и никчемной жизни наступило быстро и безболезненно. Продолжение следует...